ну что друзья всем привет сегодня мы продолжаем изучение нот на грифе и на очереди у нас ноты в пределах 8 12 ну или 13 еще лада то есть немножко 13 лада захватим то есть как сейчас как все как обычно я вам сыграю конкретно подсказку расположение нот в данной позиции и дальше это просто тренировка этой как бы позиции с помощью мелодий то есть играйте мелодию с помощью подсказочки все то есть можно эти люди будут выучить ну там уж на усмотрение поехали и Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» 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 Субтитры подогнали Симон Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал «Симон» «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон» будет ля и здесь ля то есть специально заучивать я не вижу смысла почему потому что допустим на акустической гитаре на классическое больше даже на классической там гриф заканчиваться вот здесь где-то примерно дальше там уже труднодоступна лады то есть они так очень редко используются на акустической гриф побольше да где-то там здесь заканчиваться но все равно тут немножко нот как на электро да на электрогриф практически есть был гитар 24 лада на электро они повторяются да полностью но в принципе если вы здесь освоитесь вам не составит туда все перекинуть сюда то есть все те же название но все те же принципе позиции движение пальцев будет тоже самое можно те же все самые мелодии проиграть просто выше надо просто учесть что у вас открыта струна то вот здесь и также играть то есть в принципе это все не так сложно так что еще хотел сказать почему именно вот в таком виде мы изучали ноты то есть кусочками гриф почему мы там не учили на одной струне то есть обычно как многие учат обычно идет изучение то учат ноты с открытой по 12 лад на одной струне потом на другой на пятой на третьей на четвертой то есть отдельно заучивают ноты то есть от с отрывом от но я не вижу в этом как бы плюсы честно и особого смысла потому что ну допустим вы не играли по нотам никогда сели заучили естественно вы заучить будете без написания ноты на нотном состоянии обычно так никто это сложно запомнить вы заучить это мифа соль например там мифа соль например лято и что вам это дало ну выучили его ноты сели выиграть а вы не знаете как она пишется там вот так где и все у вас опять проблемы то есть опять же эта информация тут большой объем нот считаете да выучили в принципе это это в любом случае но с часть нота на вас забудется вы все играть но сразу не будете поэтому это но это проверено практикой просто я вам пустых слов не говорю это правильно практику смысла нет заучивать вообще ноты я считаю то есть взяли например захотели выучить ноты вот первое видео это было первые четыре лада запомнили вот какие ноты даже не надо запоминать взяли подсказку распечатали себе нашли в интернете где ноты пишутся и стали просто играть мелодии именно ноты играть ноты именно по подсказке то есть у вас тогда вот почему почему я написал подсказку они передал там не таблатура почему да вот минус таблатуры там не запоминается но там то есть вы смотрите где какой лад и все то есть вам без разница какая там но то то есть многие не знаю а в чем плюс но допустим там много очень много полезной информации в плане ритма и прочего то есть но то есть он знать нужно как бы если то есть это никогда не повредит знание нот в этом принципе я всем рекомендую выучивать ноты таблатура то вещь полезна на гитаре очень то есть без нее тоже не обойтись потому что в аппликатуре в таблатуре написана аппликатура а на гитаре это у нас очень актуально что на фортепиано например нота она перната до первых там она в одном месте играется то есть там ноты не дублируются у нас например как вы заметили вот по этих да вот по видео там одна нота она прерагаться может нескольких местах да например у нас ми открытая потом она здесь это это здесь и здесь вот мината то есть одна и та же нота она играется например в данном случаи пшести местов да и опять же резонный вопрос увидели вы ноту в нотах например но турни минут эту первую где ее играет вопрос да но это первое когда у меня было второе на гитаре все ноты они звучат по сравнению с инструментами выше то есть на октаву то есть нотах записано нота ми например вот это нота первой октавы по факту нота первой октавы нота ми но в нотах вот именно гитарных пишется играется это нота 2 октавы то есть это мы еще точнее ниже все у нас то есть звучит все ниже то есть написано например до 1 октаву это вот реально но на гитаре мы это считаем до 2 до 1 то у нас вот здесь грубо говоря этим можно даже не заморачиваться там это все на октаву я так не заморачиваюсь даже в принципе но если для вас это важно да помните что ноты записанные например да вот которые у вас который многие играете звучат они на октаву ниже то есть по факту они звучат на октаву ниже можно этим не заморачиваться в принципе когда вот до 1 я считаю здесь по факту это понятно что по звучанию это будет не до 1 октава до там уже мало но не стоит заморачиваться особо этим вот поэтому да поэтому гриф лучше изучать кусочками считаю и и именно не учить ноты а играть сразу же то есть не учить конкретно ноты расположены а сразу уже играть по нотам то есть нашли подсказку и играете сразу же по нотам и вам даже не придется учить вот так вы просто спокойно поиграйте какое-то время вот эти мелодии по нотам и выучить просто ноты уже сами не запомниться вот именно на грифе ноты то есть берете нотные листочек какую-то песню записанными нотами не таблатура а нотами это важно потому что если есть таблатура вы будете отвлекаться на таблатуру и заучивать уже не расположены не написание нот на нотном стане да а просто где кто расположен то есть не очень тоже правильно то есть таблатура и ноты должны быть вместе то есть это вместе они очень огромный плюс то есть обычно даже нормальных сборниках пишется нотная строчка и таблатура чтобы понимать то таблатуре бывает полезно быстро выучить какое-то произведение с нотами бывают конечно проблемы потому что надо определить какая позиция да вот и вот мы изучили три позиции а в какой играть по факту вот их комбинация этих позиций еще больше там это очень большое число поэтому того стоит вопрос с паниста нет вопроса он увидел ноту он ее сыграл пианиста тоже нас первый вопрос минут мы видели давно так например нотной записи а где ее сыграть сразу такой вопрос поэтому у нас в этом плане сложнее поэтому надо очень много в этом плане нарабатывать но это все с практикой а так смотря для чего ноты в принципе даже первый первых четырех удов за глаза хватает то есть так вот и все ну да тут много я поговорил конечно но такой интересный вопрос ну по моему опыту лучше учить вот в том режиме который как бы показал я то есть кусочками и не заучивая ноты да вот именно из расменописания сразу играя уже по подсказочке в принципе вы через какое-то время вам эта подсказка вообще не нужно вот то есть вы будете ноты знать уже сами но без этого нудного заучивания вас уже будет прикреплено нота на грифе я конкретно ему вот лет и ноте на нотном стане то есть это уже вот такая связь если вы отдельно учите у вас нету это вот связи это между но над текстом и ноты на грифе а вот игре вот именно по подсказке с подсказкой по но там же у вас уже сразу связь она с первых уже вот первые уже ваших занятий она будет образовываться поэтому я считаю это вот этот этот режим наиболее такой оптимальный эффективный самое главное поэтому не знаю ну заучивать ноты за пять минут но ты можно выучить и сами за минуту там для какая память только смысл в этом да зачем вам все ноты может вам только там трех хватит мы в первой позиции допустим зачем он это на все мыли и силы играйте только здесь поэтому учите то что вам надо да если вы хотите на всем вы можете давать учитель на всем берег но опять же если вы будете не будете используют его например вот этой паре позиции ну с большей вероятностью большая доля вероятности вы их просто будете да если вы быть только в этой позиции ну зачем внутри в этой позиции то есть все равно они будут вылет этот голова будет мозг у вас будет лишнюю информацию убирать то есть то есть позабудите просто грубо говоря то что актуально для вас будет вы не забудете поэтому поэтому не спеша выучили первую позицию вторую ну как бы вторую не вторую у нас ну например открыто 4 5 9 ну и потом ну грубо говоря 8 13 да вот мы тут захватили немножко на стол и все а потом самое что важно в нотах это практика то есть вы должны играть потом просто берете ноты любые ну фортепьяно сложно там конечно берете например в трипичные ноты и играете по ним все как написано так играете и все то есть тут просто практика но вот это очень полезная вещь то есть человек который знает ноты он под таблатуре всегда сыграю это понятно дело человек который не знает но но игра от по Teresa аппат 국 Ondail EA он мне вам и не сыграть кому там а если человек умеет по носам по таблатуре он легко сыграть даже если никогда не видел ему пять минут объяснишь то отделе он поймет поэтому ну то это так полезная вещь на самом деле оно как бы нота очень много полезной информации которой нет табулатуре, поэтому они должны идти именно на гитаре бок о бок поэтому поэтому вот, ладно в общем, ну что ну давайте, в общем на этом все, я думаю, тут больше не знаю, что еще сказать ладно, следующее видео я думаю, уже мы сделаем по аккордикам затронем эту тему ну да ладно давайте давайте Продолжение следует...